Сегодня исполнилось 145 лет, когда в мире появился первый микрофон. Трудно представить на сцене певца или артиста без атрибута, с помощью которого мы слышим и воспринимаем музыку ярче, а звуки четче. Без микрофона не может существовать кино, телевидение и радио, не полетят в космос ракеты. Какие этапы эстетического преображения и технического усовершенствования прошло изобретение ученого Александра Белла, расскажет наш корреспондент. Звукорежиссер Вячеслав Кулешов про микрофоны готов прочитать целый научный доклад. Бытовые, включая работы, профессиональные угольные и цифровые, микроскопические и размером с артиллерийский снаряд. С удовольствием коллекционировал бы их, но хобби слишком дорогое. Раритетные стоят миллионы рублей, да и не продают их. А некоторые модификации до сих пор используют в самых престижных студиях звукозаписи. Что я могу сказать про конденсатор? Это, конечно, изобретение всех веков и столетий. Они до сих пор являются основными студийными микрофонами, самыми высокочувствительными, самыми у нас по качеству, по динамике. То есть это самые такие микрофоны, которые у нас используются во всех студиях мира. Первое знакомство с микрофоном у Светланы Глитковой, дирижера академического хора по образованию, состоялось 19 лет назад. И не для того, чтобы петь взяла она его в руки. Хотела понять разницу исполнения при помощи звукового устройства и без него. Различие оказалось колоссальным. Голоса вокалистов становятся ярче, звуки четче. Особого таланта работать с микрофоном не требуется. Его просто не нужно бояться. Чему Светлана и учит участников сразу двух вокальных ансамблей. Если у тебя недостаточно проведена вокальная работа, ты не уверен в себе, грязная дикция, вялое дыхание, вялое подача, то понятно, что микрофон все эти недочеты выявит еще больше. И наоборот, если вокалист уверен в себе, он достаточно проработал интонацию, ритм, дыхание, то благодаря пению микрофон при определенных еще обработках, динамических, временных, его голос зазвучит более качественно и более объемно. По производству микрофонов уже много лет в лидерах российская фирма «Октава» – бренд, известный во всем мире. Тульский завод с 1927 года в промышленных масштабах выпускает средства связи, приговорные устройства, аппаратуру для авиации и космоса. Именно в этот микрофон, в микрофон этой фирмы, свое знаменитое «Поехали» сказал когда-то Юрий Гагарин. И на сегодняшний день микрофоны этой фирмы пользуются огромной популярностью, именно потому что они практически не искажают звук. Микрофону 145 лет. За это время звуковое устройство претерпело массу эстетических преображений, технических усовершенствований. Но принцип работы изобретения Александра Белла остается прежним. Он передает звуки даже на дальние расстояния. С помощью микрофона, установленного в телефоне, люди общаются, находясь порой на разных концах планеты.